Добрый день всем любителям второго Старкрафта! Вас приветствует Alex007 И в сегодняшнем ролике вас ждут Free4All в Старкрафт 2+. На ваших экранах база случайного ютубера Я появился слева сверху на карте с еще шестью соперниками Да, это очень любопытная карта на семь игроков Рядом со мной Теран Риппер и Протас Рейнар Далее внизу у нас есть Чизер Прота Неудивительно, что он Протас Есть Теран Олл Стар И справа Теран Уаннабикас и Протас Ривер Вот такой у нас состав Как вы поняли, зергов не очень много Потому что Free4All это традиционная территория Протасов и Тернов Как раз три Протаса, три Терана и один зерг И все это, господа, в модификации Старкрафт 2+. Так что мы с вами будем по дороге разбираться Кто вообще кого выбрал Кто на каких юнитов будет делать ставку И, естественно, это тоже добавит этой перчинки в наш Free4All Потому что мы наверняка увидим каких-то нестандартных юнитов Увидим какие-то нестандартные решения Ну, начинаем мы с того, что Теран Уаннабикас здесь Рипером запрыгнул Посмотрел, как дела у Протаса У Протаса тут дела очень плохо Ну и Уаннабикас решил, что ему Вместо того, чтобы там какие-то халявные фраги Делать на базе Протаса Ценнее было бы разведать и увидеть, что происходит Вот, например, еще один Протас вообще В фотонке идет Ну и здесь есть Теран, у которого масс риперы И это тоже ценная информация для Уаннабикаса Потому что... Ну, как бы это сформулировать, да? Если вот такие какие-то маневры заранее не придумать То можно отлететь от пары риперов Но в итоге, к счастью, Голубого Протаса Точнее, Терана, простите К нему оранжевый Теран не полетел Оранжевый Теран полетел риперами дальше Олл Стар, видите, такое ощущение, что у него есть какая-то конкретная цель Прям Он так ко всем запрыгивает Такой, не, не то Вооооот Вот куда, возможно, через всю карту Очень хотел попасть Олл Стар своими риперами Вот кому хотел устроить головную боль Посмотрите, какой, да? Прям вот сюда через всю карту летят риперы Ну что? Искал зерга просто, понимаете? Чисто ничего личного Это просто война Терановых зергов, понимаете? Тут очень сильно битые королевы Но я специально заманиваю этих риперов Куда подальше, чтобы потом просто бац И съесть их лингами Потому что, как это ни странно Но отсюда риперы уже нормально уйти не смогут У них вот здесь есть возможность Но туда они уже не доберутся И в итоге королевы линги просто забирают Все это добро У Рейнара Протаса тем временем появляются драгуны И он пытается тут как-то посмотреть Что ж там еще хорошего на хайграунде Но там две фотонки Поэтому туда реально пока лезть не получится Чизер Протаса вообще отлично себя чувствует Он добавляет, правда, гейт То есть выглядит так, что он не собирается играть дальше чисто в воздух Но при этом здесь он прям активно застраивается фотонками Интересно, что из этого получится У Ривера тем временем игра Фениксов Олл Стар продолжает клепать риперов Ну, как бы, как вы уже поняли Здесь у зерга ему, наверное, ловить нечего И он-то, наверное, сам понимает Это Рейнар прям осаждает чизер Прота И забирает у того одну фотонку И мы видим, что Рейнар выбрал драгунов У него именно драгуны, а не сталкеры И это первый выбор Здесь, кстати, смотрите Продолжает, продолжает Олл Стар просто через всю карту Реально риперами своими прыгать Ну, тут ему уже совсем больно делают собаки Поэтому Олл Стар вынужден уже начать все-таки вести себя поскромнее 24 лимита, 1000 минералов пришел контролить Ох, а здесь Уаннаби Касс пришел как раз-таки к Риверу У которого только-только были заказаны воедре У него есть пара фениксов Но фениксами здесь особо ничего не добьешься Чизер Прота там продолжает восстанавливать Фатонки, рипер еще приходит своим войском Рипер идет защищать Ривера Представляете? Какой интересный расклад Ну, возможно, Рипер просто пришел заниматься всякими делами интересными Но пока он пришел заниматься интересными делами К нему забежали собаки Видите, какое приключение Ну, это типичный фрифорол, да Тут на Протаса напали двое тернов Но на одного из тернов, который напал на Протаса В это время напал зерк Так и живем И линги, как видите, тут просто все съедают Сразу на двух локациях Но при этом эта пехота, она тоже такая опасная Есть стимпак И есть грейд очень жесткий на медиков Которые начинают быстрее лечить И еще давать, по сути, 25% резиста Всем пехотным юнитам, которых они лечат в данный момент То есть, сильно снижать по ним урон Это приводит к тому, что очень эффективно может драться терн, когда его только несколько юнитов зерга атакуют Ну, или когда он сам в такой позиции, что вот видите, например, один мародер стоит и только его атакуют И там медик этого мародера лечил просто безумное время Ну, здесь, конечно, фантастический терн разменивается Просто нереально круто И приходится уже даже дрона выводить Для того, чтобы хоть что-то этому противопоставить Если бы были еще щиты у мариков То мне кажется, это прям вообще можно было бы сразу пробить Но прибегает у меня еще одно подкрепление Плюс один-один доделались с собаком Так что в итоге удается здесь как-то мне отбиться В это время здесь отбился и Ривер дома за счет того, что у него вылетели Войдреи Так что Протас живет Пока такое ощущение, что хуже всего идут дела у Олл Стара Потому что его атака чем риперами вообще успехом не увенчалась Ходит здесь Уаннабикас, который, как видим, выбрал более традиционных юнитов У него медиваки У него также циклоны И у него Сайнс Весли То есть единственный юнит нестандартный, которого выбрал Ваннабикас Это Сайнс Весли У Рипера тем временем выбор был медиковым Мы уже видели, как этот выбор сработал Но сейчас есть ощущение, что у Рипера совсем большие проблемы На самом деле у Олл Стара еще все в порядке По сравнению с тем, что происходит у Рипера Ну, я даже не сомневайтесь, выбрал трех нестандартных юнитов У меня будут Гварды, Королевы и Дефайлеры Ну, там, кого получится построить Кто у Рейнера? У Рейнера мы уже видим, есть Драгуны Ну, а дальше пока нет, не Роба А, есть Роба И тут Риверы, да Так что вполне возможно у Рейнера набор из трех нестандартных юнитов Ривер тут прилетел в Эдрейме У него Арбитры То есть он и здесь выбрал нестандартных юнитов Но при этом Сталки Роботикса у него нет, поэтому понять третий выбор нельзя Здесь что? А здесь стандартные, кстати, Рейвены Здесь стандартные Циклоны И здесь полностью стандартный набор юнита у Олл Стара Он не стал ничего придумывать Блин, мне кажется, вообще у Вана Бекаса тут как-то Мариков явно не хватает Да, надо ему прям отступать Тут еще и Рейнер, посмотрите, как здорово Как будто перехватывает Вана Бекаса Очень жестко Два Протаса, как прям в Альянте, знаете, приняли Терана Ну и в итоге Рейнер вполне возможно и пойдет здесь на Вана Бекаса Который с танками бы отбился легчайше А сейчас он все танки потерял У кого мы еще не смотрели? У Чиспрото мы не смотрели выбор Тут Гуны, тут Мазершип вместо Арбитров И тут Риверы То есть решил не пользоваться Арбитрами и Чизер Прота Ну окей, окей Здесь, как видите, уже совсем плохие дела у Рипера Но он живет Он будет жить Будет держаться И он хочет вернуться еще бараком на техническую лабораторию Вот так Олстар тем временем построил баньшей У него баньши с невидимостью и со скоростью И Это просто, конечно, чел из серии Ноги баем стримера Ну вы видите, что он тупо вот через всю карту просто летит баньшами Ноги бать А вы же понимаете Я еще в начале Сначала не понял, откуда Риперы Мне казалось, типа, ну не от Не от этого Террена Но я вообще не обратил внимания Я подумал, ладно, надо просто нормально там разведывать соседей Понимать, что они делают И я здесь в целом понимал, как это дела у Рейнера Потому что Рейнер тут еще светился своими драгунами И Рейнер, кстати, мы видим В итоге берет штурмом Чизер Прота Вместо того, чтобы брать штурмом Ванабикаса Прилетают здесь обсерреры Поэтому с Дарками, по идее, можно справиться Хотя Слушайте, у Гунов 2-2 У Зилата в 1-0 Но при этом Зилата все равно нормально разменивается Но это из-за того, что Гуны не катят Так вот Я понимал, что Террен рядом со мной Он вообще мертв Потом идет следующий Протас Здесь идет Идут два Протаса То есть как будто бы Ну вообще можно не париться На тему там каких-то юнитов Терна А нет Вот Челик просто сыграл в игру Убей стримера Ну а Ванабикаса в это время играет в игру Взорви Протаса ядеркой Я помню, как эти ядерки во время фрифорола там прилетали Мне приходилось, конечно, прям очень Жестко осматривать все свои базы Понимая, что С учетом того, что ко мне банши там откуда-то с другой части карты прилетают Вполне вероятно, что и меня будет нюкать Еще какой-нибудь Террен Или этот же Не обращая внимания на все остальное, что происходит на карте Поэтому да, здесь приходилось очень внимательно за всем следить Ну, из хорошего для меня У меня уже делаются грейды Т3 У меня делаются слоны Вы можете спросить, на какой черт мне слоны Когда против меня банши Но на самом деле у меня не было сомнений в том, что все эти там Банши, шманьши От этого мы легко отобьемся Реальные проблемы нужно будет решать вот с этим товарищем Ну и тут пехота, как ни крути Здесь такое сражение, в котором сразу трое поучаствовали Ривер со своими керриерами Уанабикас со своей пехотой И Рейнер подошел к Гунами Ну, без комментариев Там продолжается охота на стримера Это явно что-то личное У человечка в правом нижнем углу Он телепортируется сюда по Атламе Но я в итоге довольно любопытную вещь здесь сделал Я в итоге использовал плагу И да, эта плага попала по куче всего, что есть у меня на этой базе По хайву, по дронам Там по споре этой Но здесь максимально важно было, чтобы эта плага попала по Атлам Потому что суммарно плага здесь в итоге наносит Ну-ка, давайте посмотрим, сколько урона 300 урона То есть я нанес 1200 урона тем, что я попал четырьмя плагами по Батлам У меня, с учетом того, что из Интера буквально вот несколько королев Это, наверное, главный урон, который я, в принципе, мог бы нанести Ну, а Ривер-то, смотрите, каков Ривер в итоге мстит Ванабикасу за ядерку, которая прилетела ему на мейн Просто прилетел и начал раздавать Но тут появляется куча гастов в невидимости Это жестко И это заставляет Протаса уйти А еще Протаса заставляет уйти, причем реколом То, что к нему на мейн пришел Рейнер Рейнер здесь немного помог, получается Помог Ванабикасу выжить Ну и здесь я принимаю решение уже Как-то потихоньку расправляться с Рипером Потому что мне очень нужна эта база Особенно с учетом того, что здесь постоянно какая-то дичь происходит И поэтому С учетом того, что Терен там продолжал как-то жить и продвигаться на мою уже локацию Я понял, что ну все, надо идти Здесь продолжают зажигать батлы У меня как раз сейчас появляется шпиль Поэтому Можно потихоньку заказывать караптеров Ну в итоге Чего отсюда телепортируется Кстати, интересные какие-то лаги Тут немного как-то подпрыгивают дроны Не знаю из-за чего Батлы продолжают здесь нарезать Но у них 0-0 Поэтому они На самом деле Не супер опасны Они нанесли, да, экономический урон Но Намного большую проблему в это время представляет вот такой налом Рейнер в итоге нападает и на меня Но я Дарксвармом отбрасываюсь от всех этих гунов И Дарксварм, конечно, это Очень жесткая штука В итоге Слоны и Лингис 3-3 просто Сжирают все на свете А в это время здесь сразу Три ядерных удара от Вана Бекаса на лимит Керрера Вы эти ядерки одна за другой В итоге приземляется и разрывает лимит Протоса Вана Бекас Тройным ядерным ударом отбивается от атаки Керреров Очень жестко Пока Вот этот молодой человек продолжает Заниматься атаками только на игрока Появившегося в прямо противоположной части карты Тут продолжается веселье Ну, у меня в итоге, видите, такая война получается на три фронта Потому что рядом со мной Рейнер И он весьма агрессивен Рядом со мной Риппер И с ним уже надо покончить Для того, чтобы в конце концов мы Могли занять эти базы Ну и совсем не рядом со мной Но К сожалению Все равно Представляет очень серьезную угрозу Третья игра Появившаяся совсем противоположной части карты Так что, как вы понимаете Единственному Зергу здесь приходится серьезно попотеть Но Риппера мы в итоге выбиваем из игры Он становится Первым Кто вылетает с этого ФФА Но вторым наверняка станет Ривера Потому что Уаннабикас уже пришел к нему И У Ривера здесь Большие проблемы У него еще есть какие-то деньги Он Заказывает вуидрейв Но, наверное, по логике, что Как бы Кэрреры тут же вообще ничего не могут сделать Ну, да Да, да Тут Тут тяжело против такого количества морпехов Здесь в это время еще один налом от Рейнера Который вот так забегает прям на мои базы Ну, я, понятное дело, в это время находился в той части Карты воевал с Тереном Ну, что делать? Надо снова использовать Дефайлеров Надо снова бросать Дарксуарм Конечно, Дефайлеры и Дарксуарм Это очень крутая комбинация Это комбинация, которая прям позволяет великолепно размениваться с армией Протаса Проблема только в том, что Протас успел забежать на все мои базы Без исключения У меня остается 13 дронов Справиться с армией Протаса удалось Справиться с Тереном удалось Но, посмотрите, у Протаса-то в это время Вообще какое-то нереальное количество ресурсов Мне кажется, на Рейнера вообще за все это время Так никто и не нападал Потому что чизер Протас сидел дома Я его не трогал Этот чел, мы знаем, чем занимается У Рипера была война Собственно, с соседом справа и со мной В виде соседа слева У Уанна Бекас Тем более ему было не до того Но и Олл Стар внезапно вспомнил Что у него есть соседи Что, оказывается, он не один На один играет А что можно еще с кем-то повоевать У Уанна Бекаса это застало врасплох Потому что ему казалось, что со своим единственным Соседом он уже справился Но нет Нет 15 СВ осталось у Уанна Бекаса Ну и ему здесь очень жестко не повезло Потому что на него Еще и нападает в это время чиз Прота Как раз прилетели батлы И еще Мазершип с зилотами-архонами Конечно, архоны на рампе Это прям клиенты для такой армии С костами и зилотами Но в итоге Чиз Прота хоть и отступает Но оставляет терна в ужасном положении Прямо скажем Этого оранжевого терна по-прежнему Никто не трогает Он себе тут продолжает развлекаться Строит батлов И сейчас, кстати, может Очень здорово перехватить Мазершип с керрерами И, по сути, если на лимиты посмотреть То Ну, здесь, по-хорошему, сейчас Два главных кандидата на победу Это Рейнер и Олстар Олстара 183 Лимита с батлами Ну, там апгрейды пока слабенькие Но потихоньку там что-то с горем пополам делается Но у Рейнера У Рейнера апгрейды 3-2-3 Скоро будут 3-3-3 Здесь Он Думает над тем, чтобы подниматься на хайграунд У меня армии нет Но, конечно, соперник об этом не знает Поэтому Я так, знаете Очень сильно угрожаю тем, что у меня периодически подходят дефайлеры Но они-то подходят для того, чтобы плагу набросать И для того, чтобы потом было проще размениваться с этой армией Тоса А Протас может думать, что они подходят для того, чтобы инициировать сражение Дарксвормом Ну, это очень слабая была плага За дело только одного Архона, но Лучше, чем ничего Аааа, вот это могло бы быть получше Ну-ка Хорош Вот это была отличная плага на целую кучу гунов Теперь будет у Протаса серьезное количество гунов всего с одним ХП Тут прилетел Апсервер Апсервер видит неприятную картину Да, после которой Рейнер такой Стоп, а что это мы боимся? И действительно Протас у которого 190 лимита Против Зерга у которого 110 Единственное, что мне остается, это пользоваться Дарксвормом Здесь Чиз Прота тем временем устраивает какие-то приключения для своего соперника Ух ты Блин, а это Это богатые газилки, которые можно было добывать Прикиньте Я вообще, честно говоря, не обратил внимания, лол Реально богатые газилки, которые можно добывать Ну, у Рейнера тут ситуация довольно простая Он просто ждет, пока будет заканчиваться Дарксворм и потом нападает Я, конечно, могу под Дарксвормом немного поразмениваться Но по факту По факту это уже ничего не меняет И мой единственный шанс здесь заключается в том, чтобы просто эвакуироваться отсюда И начать новую жизнь в другом месте И в этом самом другом месте переходить в другой состав армии Потому что здесь уже... Ну, я-то могу это разобрать дефайлерами, слонами и лингами Но это надо 200 на 200 А у меня 200 лимита уже не будет Поэтому единственное, что мне остается Вот, опять же, попробовать все перевести И здесь за это время перейти в люркеров Вот, именно люра При поддержке там какой-то застройки хорошей Может быть полезно Но вообще... Вообще, на самом деле, это жесть, что По сути, никто из нас вообще Кроме вот All-Star Не начал добывать газы богатые Это ж просто халява Я, например, ну полностью карту контролировал То есть, что мне мешало вот этот, вот этот, вот этот газы добывать Не знаю Не знаю Надо учесть, что если мы еще будем играть на этой карте Что это вообще-то ресурсы Это просто выглядит, типа, как какая-то вот светящаяся штука И ты на нее не обращаешь внимания Она не выглядит, как газилка У Ванабикаса тут проблемы Летают батлы уже с грейдами 2-3 Поэтому тяжеловато мариками что-то сделать Но Колстару в этот момент просто гигантское количество 34 зилота и 26 дарко врывается Вот это, конечно, жесть Пока он здесь добивает Ванабикаса У Рейнера по-прежнему 200 лимит Он просто ходит здесь в своей армии И вот как раз ставит Нексусы для того, чтобы добывать ресурсы Ну а я вот, видите, пытаюсь получить люркер Дэн И кучу плеток, через которые будет тяжело пройти к люркерам Которые будут просто тянуть время Чиспро тут думает, куда бы ему еще напасть Находит этот Нексус И внезапно он здесь может оказаться очень в тему Очень в тему он здесь может оказаться Потому что он сзади подходит и наступает на Рейнера Как раз когда Рейнер нападал на мою базу И еще забавно, что у Рейнера здесь нет обсервера Поэтому Дарки могли бы и дальше здесь все нарезать Но Чиспро-то походу не понял, что у него нет обсервера Ну и Рейнеру пришлось отступить Потому что тут еще и люркеры, которые тоже пользуются Отсутствием опса Алстарт просто собрал тем временем 200 лимита Батлова идет выбивать Чиспро-то Который, естественно, может попробовать отомстить У Ударков есть блинк И он может здесь выбить все базы своему сопернику Уанабикас пока живет Отстраивается на чужих локациях На локациях Ривера, уже вышедшего из игры Рейнер здесь продолжает гулять своим войском Пока я пытаюсь отчаянно восстановиться Но у меня уже и минералы закончились Минералов довольно много было в запасе Но я их уже потратил на то, чтобы как-то там отстроиться На то, чтобы как-то там сбить войско соперника Арфон, кстати, вообще что-то безумно мало урона получает А, но это еще потому, что у меня грейдов на атаку На люру нет, я же только на коготь делал, да А тут все-таки третьи грейды есть на армор Поэтому так мало получилось Чизпрота Решил с принципиальным соперником разобраться Не с тем, кто его там дома убивает А именно с Уанабикасом Что ж, результативно Я выхожу из игры, потому что у меня уже нет шансов Против этой армии с 3-3-3 Единственный зерг выбит Но и откровенно говоря у Уанабикаса тут тоже Ситуация так себе Потому что он уже готовился было Клепать викингов против батлов Но Его убили дарки Алстар тем временем своей баньшо и добивает здесь Рабочих Чизерпрота Ну а Рейнер, у которого 8000 на 3000 запас по ресурсам Готовится к тому, чтобы драться с батлами Богатый газ, я так понял, в итоге никто не подобывает Здесь, конечно, очень много зилотов Вопрос в том, чем полезным они будут заниматься Они могут пока просто разбежаться по всем базам И попробовать выбить весь терновский продакшн Попробовать выбить здесь вообще все сапплаи, все армори Прям все на свете попробовать выбить По сути осталось двое игроков, которые борются за победу Мы понимаем, что Чизпрота, у которого 44 лимита Здесь уже не слишком Не слишком сильно может на что-то повлиять Рейнер развернулся Он делает до варпы драгунов 17 варп гейтов Ну и сейчас он гунами идет вперед И гуны В целом С учетом своей дальности И с учетом своего увеличенного запаса хп Должны бороться с батлкрузерами лучше Чем борются сталкеры, например Но мы видим, что здесь все равно Пока как картонные рассыпаются эти гуны Чизпрота тут попытался как-то прорваться На закрытые базы терна Но не удалось Тут 167 лимита Тут уже заказываются новые батлкрузеры Поэтому в целом дела у оранжевого терна идут нормально Ему бы еще газ как раз где-нибудь подобывать Ну и Рейнер начинает здесь полноценную добычу богатого газа Но ему мешает Чизер Прота Реально Чизер Прота вот вообще не в ту сторону воюет Вот я не понимаю, почему Его тут теран просто препарировал Может быть он вспоминает самое начало игры Когда действительно Рейнер ему сильно мешал Может, не знаю Но в итоге, конечно Он прям сильно здесь мешает фиолетовому протасу Который пытается сейчас подобывать богатый газ И у которого на самом-то деле уже закончились минералы То есть, по сути, у него будет только одна армия Он может сделать вот еще один довар Гунов получить свои 200 лимита И пойти в один полноценный размен Который решит судьбу игры 19 батлкрузеров Тут 34 гуна С краидами 3-3-3 Я не знаю, возможно, стоило бы инвестировать в шторм Так есть же шторм у Рейнера Да ладно Но Рейнеру сто процентов надо было в шторм инвестировать Он здесь на самом деле не так уж и плохо разменивается Но он продолжает просто все ресурсы сливать на гунов Блин, ну это очень плохо Да, нет Сторгейта, нет Арбитра Который был выбран, между прочим Арбитр бы тоже очень сильно помог заморозкой части юнитов соперника Но самое главное Просто представьте штормы вот в это все Почему нет штормов у Рейнера, я не представляю Штормы были бы невероятно полезны Но в итоге Да даже Архоны тоже были бы невероятно полезны Против этого плотного стека Но в итоге Рейнер просто приходит и разваливается мозгунами Батло, минерала у него больше нет Он пишет GG И, собственно, на карте остается только двое игроков Это Чизер Прота и Олл Стар Ну и я думаю, вы понимаете, что Что бы дальше ни происходило У Чизер Прота там не будет никаких шансов Ванабикас уже тоже давно вышел Чем вообще занимался всю игру Чизер Прота Это отдельный вопрос Но лимитом Дарков боюсь, что он игру не выиграет И да, в итоге он просто выходит из игры Так и заканчивается первая ФФА Победой Терана с масс-батлами А теперь вторая ФФА На очень интересной карте Карте с тыквенным пюре Ну, мне кажется, постоянные зрители нашего канала Уже помнят эту прекрасную карту С вот такими шикарными возможностями для расы Теранов Оп, пошел передробчик Командный центр просто так берет И весело перевозит рабочих на остров На самом деле, мне кажется, очень грамотное решение от Ванабикаса Единственное, что, по-моему, он как-то слишком долго перевозил этих рабочих Но самое главное, что перевез, справился И можно начинать заниматься всякими полезными делами И добывать здесь золото, качать богатый газ И устраивать приключения всем своим соседям Да, карта с тыквенным пюре, которая работает следующим образом Как видите, в левом верхнем углу здесь есть таймер Таймер, когда начнет подниматься тыквенное пюре И когда оно будет подниматься вот оттуда То оно будет, по сути, функционировать так, как функционирует лава Будет просто сжигать Забирать хп у всего, что только можно Юнитов, зданий, наземных, воздушных Вот прям до чего дотянется тыквенное пюре То и превратит в ужас, кошмар и безобразие В общем, будет интересно Надеюсь, что вам нравится Я видел, что у нас многие зрители просили free for all Просили, получайте Еще и в StarCraft 2+, еще и на интересных креативных картах Посмотрите, что это, блин, такое В общем, да, если вам нравится, то обязательно ставьте лайки Делитесь отзывами в комментариях Подписывайтесь на канал Ну и огромный респект всем нашим спонсорам Благодаря которым канал продолжает свою активную деятельность Ролики выходят три раза в неделю И все у нас хорошо Ну и еще, конечно, все у нас хорошо Благодаря нашим воинам Благодаря нашим силам обороны Которым, как всегда, отдельный респект, привет И напоминание, что, написав мне на почту Alex007, собака, клаверпресс Вы можете получить доступ ко всем спонсорским видео Ну что? Давайте разбираться, какой у нас состав участников Нет ли такого, что я снова единственный зерк? Конечно же, есть! Конечно же! Кто бы сомневался, единственный зерк вот здесь Будет, как обычно, страдать от всех этих бесконечных Круживших нас Теранов и Протасов Рядом со мной вот прилетевший Теран Ванабикас Который уже заново берет свой мейн И который там потихоньку отстраивается Ну, как видим, он отстает, конечно, по технологиям Но мне кажется, он просто не лучшим образом изначально Свой перелет осуществил Рядом с ним Протас Нет-Джи-Джи Криэйтор У которого, как мы видим, драгуны Но при этом Мазершип То есть он не стал брать арбитров Интересно Здесь Протас с драгунами и с арбитрами Это Тоскок И дальше еще один Протас Рейнер У него сталкеры и Мазершип, между прочим Сейчас еще посмотрим, нет ли там дизрапторов Хейт Чиз Еще один четвертый и последний Протас У него тоже сталкеры и Мазершип Так что здесь такие Протасы, знаете, прям А, нет, почти какой Мазершип У него сталкеры, но арбитры Вот так Ну и дальше у нас еще пара тернов есть Которые никуда не прилетали Это Риппер, у которого циклоны, кстати Не стал брать голиафов Но взял себе научные судна Ну и взял медиков Но выглядит так, что он их не собирается использовать Выглядит так, что тут механизация Ну и есть HyperXS Ой, простите Хайпекс Это Хайпекс, которого я обзывал HyperXS Прости меня, Хайпекс Ну или не прости, или так тебе и надо А то что это вот это вот это все такое Пришел пушить, что там с морпехами и с танками Бункера еще хотел здесь ставить Не смог только потому, что я крип очень агрессивный И быстро начал тянуть Тут очень сложно, конечно, выбивать всю эту Ерундистику с хайграунда С очень хорошей позиции Я еще и в сапплайблок максимально не вовремя попал У меня в итоге сейчас только в заказе 22 собаки А сейчас есть лишь 12 Надо уже нападать, потому что иначе будет минус лейер Но вообще ничего не получается Недостаточное просто количество лингов Но если бы я в сапплайблок не попал То можно было бы очень легко отбиться А потом и контратаковать И HyperX был бы бедный Но если бы бабушка была дедушкой Вы поняли Точнее Не так в оригинале звучало, но Чего что-то отмазываться Хату потеряли И тут еще три баньши прилетают Короче, у меня ФФА по обычному сценарию происходит Сразу от пары тернов Надо отбиваться Хейт Чиз в это время Атакует Рипера Который отбивается на масс-циклонах У циклонов уже готово Улучшение Которое позволяет увеличивать скорость перемещения Здесь какие-то приключения У Рейнера Который воюет с Тоскоком Видимо Я не понял, честно говоря За какую базу они воевали Но в итоге золото, как мы видим Забирает себе Рейнер Золото, которое на хайграунде находится А HyperX я не понимаю вообще Что ему мешало в любой момент Здесь занять золото Абсолютно непонятно Наверное Его смущало то, что здесь еще одно золото есть На его занимает Reaper, похоже Хейт Чиз тем временем нагло берет Nexus уже четвертый Под носом у Рипера И собирается пушить его масс-блинк сталкерами Но на самом деле не так уж и плохи Эти циклоны с бонусом по механическим юнитам Против сталкеров Особенно, когда их там поддерживают танки Ну а здесь у Анабикаса масс-банши И он уже в четвертый командный центр потихоньку переходит Крейтор пришел к Тоскоку Кстати, подождите как А, отсюда пришел пробив камни Это неприятный сюрприз, конечно, для Тоскока Ну-ка давайте посмотрим у обоих У обоих есть дальность гунам Тут еще есть один иммортал Но иммортал по зилоту стрелял Как же зила там красиво урон принял Здесь Хейт Чиз с батарейками прям осаждает Но Reaper красавчик Reaper там грамотно продвигается Здесь, похоже, у Тоскока очень большие проблемы Пушит его Крейтор И забирает Nexus Тоскока Но здесь, здесь просто летают масс-банши И у меня опять продолжаются Зерговские фрифорольные страдания Один играет землю, другой воздух И вот поди собери нормальный застав армии против всего Здесь продолжается пуш от Крейтора Тоскока уже теряет кибернетку На самом деле дела у Тоскока здесь прям плохие У него еще и у зилотов Нет, есть уже чардж, да? Да, есть чардж, но нет апгрейдов, как минимум Да, и зилотов просто меньше, как таковых Тут призма Крейтора на Мэйне Тоскока и, похоже, здесь будут прям очень большие проблемы Но Крейтору в это время масс-банши с поддержкой от Веселия прилетают Тут же возвращается домой реколом Крейтор Есть у него обсервер, судя по всему Но все равно банши очень... А стоп или нет? Нет обсервера, это гуны просто по сайнс-веселям стреляют Но это катастрофа тогда Это просто катастрофа у обоих протасов сразу Хайпекс тем временем, как мы видим, переходит в батлкрузеров Здесь, похоже, Риппер уже отбился спокойно от этих сталкеров Хейтчиза Ну и реально у двух протасов из четырех ситуация просто катастрофическая Третий Рейнер его вообще никто не трогает Он себе спокойно там Войдреев керреров строит уже Остров занял Ну и у четвертого... Что там у четвертого? У четвертого, у Хейтчиза вот масс-блинг сталкера Но ему сейчас, возможно, придется от Войдреев отбиваться Хайпекс с танками и батлами Готов воевать с классическим мехом Вот мне интересно, Риппер сейчас пожалел, что у него Голиафов нет С учетом того, что там батлкрузеры Потому что, конечно, пригодились бы ему Голиафы Здесь воюют сталкеры против Войдреев, но вообще почти без шансов Здесь просто в хлам сейчас может разлететься армия Риппера Под таким давлением Хайпекса Ну а здесь такой легкий дозаказ пяти бараков И прибегают на мейн куанабикасу масс-блинги Да, Риппер в итоге, ну просто в хлам разлетелся Отдал свою армию на ровном месте Ситуация для Хайпекса, конечно, весьма приятная Но ванабикас в итоге возвращается своим войском То сколько, значит, может еще немного пожить Но ситуация у него, конечно, 55 лимита Лучше всего дела идут по лимиту Как это ни странно у Хейт Чиза Но недалеко ушел и его визави Рейнер Ну и здесь у ванабикаса тоже дела нормальные Вполне 125 лимита И он формально на четырех базах сидит Мы пытаемся как раз выйти и на третью, и на четвертую одновременно Но здесь посмотрите, какое войско Банши, Либераторы, Сайнс Весли Армия просто страшная Хейт Чиз тем временем врывается в блинг сталкерами И там массовый дрейм приходится непросто Ну а здесь Караптеры и Муталиски налетели Я решил сыграть в шпиль, потому что Идея играть в землю у меня уже совсем не улыбается Но там просто индивидуально каждый Муталиск получил и радеет Поэтому Муталиски отлетели В итоге воюют Караптеры против всего этого добра Но из-за того, как сильно хилят Весли Караптеры в соло тоже особо ничего не добиваются У меня тут еще огромное количество спор И благодаря спорам что-то получается Хайпекс, похоже, уже выбивает Рипера из игры Хейт Чиз Масс сталкерами создает большие проблемы для Рейнера Караптеры при поддержке спор в итоге такие заставляют Ванабикаса отступить Тут, конечно, не получится дальше как-то продвинуться Ну и да, Рипер... Рипер потерял все Хайпекс сумел Наилучшим образом распорядиться своим войском Ну и мне кажется, вот здесь реально не хватило Голиафов Голиафы вместо циклонов были бы куда более полезны против этих батлов Но, возможно, было бы все намного хуже против Блинксталкеров, которые ранее нападали Здесь ирадиейтами отбрасываются Сайенс Весли И тем самым защищается Терн от атаки Караптеров Которые он вообще не был готов Ванабикас тут просто Мариков был вынужден добавлять Чтобы хоть что-то со всем этим сделать Это был довольно приятный для меня размен Который позволяет еще немного покачать золото Параллельно еще вот здесь Начать раскачивать базу Ну и самое главное Выиграть время до дефайлеров Выиграть время до дефайлеров с плагой Которые могут полностью перевернуть игру Хейтчиз уже вот куда дошел Рейнер 75 лимита И тут прям осада продакшена со стороны Хейтчиза Вместо того, чтобы, видите, на экономику размениваться Он пытается сразу напасть на продакшен Возможно, это действительно не лучшая идея Даже несмотря на то, что тут нет шилдбет реверчарджа Просто из-за того, что слишком далеко Расположен Нексус Хейтчиз в итоге может удовлетвориться и этим фрагом очень важным Но его соперник останется на островной базе Здесь появляется первый дефайлер И вот это, конечно, ключевой для меня момент Потому что это дефайлер, у которого уже есть consume И это дефайлер, у которого... Опа! Какая плага есть! Плага вошла во все! Абсолютно все юниты терна сейчас под плагой И, конечно, здесь уже можно позволить себе повоевать Да, и радиейты Да, неприятно Но Сайнс Весоли не успевает лечить абсолютно все И лимит терна разлетелся как картонный Выжила буквально пара Весоли на одном ХП Их добить не удалось И еще и радиейт, конечно, серьезно здесь Помешал караптерам Но самое главное, что мы все-таки отбились от этой атаки Полностью обнулили лимит Ванаби Касса Я его там Ванаби Бьяном не назвал случайно Но пока мы можем отвлечься от того ЗВТ Чтобы посмотреть, как здесь воюет Хайпикс Который Сайнс Весоли по-другому использует Он использует Сайнс Весоли для защитных матриц На батлкрузеров Тем самым создавая Другие уже немного приключения для Хайчиза Который до этого тут воевал с Рейнером Здесь к Тоскоку прилетели воюдре и Рейнера Тоскок приколом уходит куда? Сюда? Это чтобы что? Ладно, возможно, чтобы сейчас встретить этих воюдре Но воюдре уже сами вернулись реколом Здесь Ванаби Касс продолжает осаду этой базы на лоу-граунде Но на самом деле там скоро уже будет подниматься тыквенное пюре И... да, мы видим, оно через 3 минуты уже будет подниматься Поэтому на самом деле Эта база не так уж и принципиальна Просто хочется с нее напоследок как можно больше выкачать Понятно уже, что больше всего тут скорее всего будет выкачивать Хайпекс У него дела вообще идут зашибись И нет ни одной причины, почему Хайпекс не занял базу на золоте Кроме причины, та, у меня и так все зашибись Поэтому в итоге Очень приятная для меня возможность отжать еще одну базу С учетом того, что у меня дела идут очень так себе Тут золото недолго осталось Оно еще под постоянным давлением И, конечно, возможность потенциально захватить эту базу дорогого стоит Ванаби Касс тем временем отстраивается в другом направлении Здесь же Тоскок, кстати, уже довольно приличный лимит собирает Ну и Хайчиз здесь воюет с Тераном, у которого масс батлы Ситуация для Хайчиза максимально неприятная У него, конечно, сталкеры с хорошими грейдами Но как будто бы этого может быть недостаточно Для того, чтобы пробить эту блокаду Бегут зилоты, понятно для чего Чтобы вот с танками этими разобраться Сталкеры делают подшаги И пытаются выбивать батлов одного за другим Но там очень здорово Хайпикс еще стечит этих батлов И Сайенс Весели помогают лечить И абсолютно ничего не получается у Хайчиза И к нему еще в этот момент прилетает мстить Рейнер Поэтому Хайчиз просто спасается бегством Здесь продолжает развлекаться Ванаби Касс Который переходит в масс гастов Ну и я отсюда уже ухожу, потому что у меня база поинтереснее Естественно, появилась Хайпикс уже окончательно, бесповоротно Отправляет Хайчиза на тот свет И можно констатировать, что в игре остаются Фактически два Протоса Хайчиза не жилец А также два Терана и Зерк Выбитые из игры два Протоса и Теран Поднимается тыквенное пюре Оооочень несвоевременно для Хайчиза Эти сталкеры погибли Эти сталкеры тоже погибли, но уже от лимита Рейнера И по Хайчизу не остается абсолютно ничего Как вы поняли, да Этой базе конец Я не знаю, что происходит Что это за эффект такой От лавы Которого не было, когда я играл Блин, а что это такое, интересно? Что это за дикий баг? Тут, смотрите, как все красиво и хорошо Тыквенное пюре я решила немного побаговать Немного испортит нам визуальная картинка А вот здесь оно не багует, смотрите Шикарная лава, с ней все в порядке А где это начинается? Здесь тоже все в порядке Здесь все в порядке Ага Прикольно Вот здесь прям грань, да? Смотрите Мы нашли Грань между Забагованным и небагованным пюре Ну ладно Я не знаю, почему я называю пюре Это реально классическая лава, но Тут же написано Pumpkin puree rises Че, мы будем не доверять? Правильно Я так понимаю, здесь то, сколько С арбитрами, да? Пытался заморозить часть армии Рейнера Ну, возможно, ему это удалось А Хейчиз еще решил не выходить А-а-а-а Хейчиз решил не выходить Лава дамажит воздух Тут тем временем У нас Подкрепление Подкрепление, значит, в мире знаний Об этой карте Ну и батлы С граньами 2-2 Это, конечно, весьма опасная тема Для моего лимита Но Обратите внимание Я на этот раз решил Прямо в противоположном формате Играть Если в прошлой игре я Играл только в землю То здесь только в воздух Во многом Потому что В какой-то момент Возможно, придется воевать За центр карты Хайпекс заходит на нашу Секретную Важнейшую базу Но посмотрите, что мы делаем Мы делаем передроп Дефайлеров Я думаю, вы понимаете логику Логика в том, чтобы просто Все забросать И да, да Сайенс Весели, конечно, хороши Да Часть плаги они отконтрили Тем, что набросали защитные матрицы Зачем Хайпекс сплитит Я не знаю Скажите ему кто-нибудь Что плага так не работает Она либо уже Наброшена на юнита Либо нет Ну и да Опять же Сайенс Весели Конечно, их Чинят как могут У них есть грейд Который позволяет Не тратить энергию На починку Но в целом Здесь немало Битых батлов Тем не менее Когда я вижу их количество Мне сразу Перехотелось Нападать дальше С своими 23-мя Караптерами На 20-то батлов Почти Однако Под спорами Мы готовы Драться, безусловно Ванабикас Тем временем Находит базу Еще одного Протоса Ну Это Без комментариев Хейпчизу не нравится Что его решили Обстроить Туретками Но Хейпикс Довольно быстро Решает этот вопрос Что Протосу что-то Не нравится Да И тут Лава Тем временем Поднялась На еще Один уровень Ох Сколько тут Туреток Уанабикаса Досадно Протос Тоже Я так понимаю Немножко Посидел в лаве Но Дальше Дальше Рейнер справился Ох А тут Еще О То сколько Проблемы То сколько Проблемы Он там потерял Сколько-то пилонов Но у него Какой-то такой Знаете Состав армии Весьма Специфический И ни земля Ни воздух Ни рыба Ни мясо Ни Арбитров В большом количестве Ни там Штормов Никакого Мазда ДПСа нет Поэтому Там будет Сложно Давайте вообще Состав армии Проанализируем У кого что есть У У Аннабикаса Пока нет 200 лимита Но у него Огромное количество Гастов Начинает добавлять Батлов И делает Грейд на дальность Либератором А еще делает Третий грейд На все Включая Гастов Здесь два Протаса Как раз Воюют Вот у Рейнера Состав армии Очень простой Один Арбитр У него есть Который Знаете Как Мазершип Используется Чисто для того Чтобы все В невидимости Было Куча Выйдреев Девять Керриеров Судя по всему Это минус Еще один Протас И в игре Остаются Четверо Оранжевый Желтый Красный Синий И знаете Основные Цвета Уходит На лоу Граунд Протас Но у меня Для него Очень Плохие Новости Даже если Соперник Отступит Все это Через 3 минуты Уже будет Залито лавой Посмотрите Что делает Хайпекс Просто Жесть Хайпекс Сдел Грейды На Прочность Здания У него Вообще Не так Много Грейдов Прочность Здания Дальность Атаки Здания Пушка Ямато Грейды 3-3 На воздух И Improved Nano Repair То есть Грейд Который Позволяет Научным Судам Не тратить Энергию На починку Странно Что он не Сделал Ирадиейд Кстати С учетом Того Что он Тут С зергом Воюет Но может Ему кажется Что пока Для него Зерг Вообще Не опасен Есть Там ребята Поопаснее Какие-то Но вот О ребятах Поопаснее Он честно Говоря Мало Что знает Как будто Сюда бы Ядерку Да Со стороны Ванабикаса Но Ванабикаса Не делает Ядерок Абсолютно Ванабикаса Пока Собирает Свой лимит Из батлов То сколько Еще пытается Как-то Выжить Но Мы понимаем У него Как и у Хейчиза Очень большие Проблемы Фактически Да В игре Как видим Остаются Четыре игрока И у всех Очень мощный Лимит Прямо скажем Мой лимит Если вам интересно Из чего состоит Из Семнадцати Простите Шестнадцати Гвардов Двадцати Семи Карапторов И четырех Дефайлеров Я там еще Пару дефайлеров Добавляю Даже трех Потому что Я дальше потеряю Хайв И честно говоря Не хочется Тратить деньги На то Чтобы хайв Восстановить Хочется Конечно обязательно Все золото Выкачать Но на это будет Еще сколько-то Времени Потому что Когда сейчас Будет подниматься Лава Она будет Подниматься Таким образом Что она Еще пока не заберет Эту возвышенность Видите Тут как Тут типа два уровня Вот первый уровень И вот второй Уходим Подальше От этого Странного Эффекта Опа Смотрите Тут Фонтанчик Такой Красивый Он Прям Падает В лаву Выглядит Это Конечно Не так Круто Как могло Быть Ну все Это Минус Весьма Для нас Со всей Инфраструктурой И это Минус Скок Который Сейчас Потеряет Казалось бы Абсолютно Все Но он Тут Попал Попал На башню Зелнага У Хейтчиза Тоже Проблемы Но он Еще Тоже Как-то Продолжает Жить Короче Тут Конечно Кругом Висели Слушайте А что Если А что Если Спрятаться Здесь Интересно Будет Какой-то Урон Или Нет Наверное Должен Быть Да Наверное Нет Такого Что Сюда Можно Просто Улететь Зданиями Если Ты Терран И все Никто Ничего Никогда Не Сделает Ну Хайпекс Конечно Делает Все Для Того Чтобы Не Проиграть Игру Прямо Скажем У Него 64 Туретки 64 Это Больше Чем У 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 Что У У У У Ванабикаса 200 лимита, он зачем-то здесь тратит миллион денег на саплайн Тогда бы уже на уровень выше Интересно, а кого он хочет добавить еще? И каким образом он хочет это сделать? Пока непонятно Все игроки, как вы понимаете, готовятся к схватке за центр Тут нетронутая база Боже, чем вы занимались все это время, челы? Мы тут внизу, я высасываю эту базу Уже в третий раз ее пытаюсь брать Кстати, тем временем попадает плага в батлов Но это пока не сильно решает Ванабикас вообще первым делом эту локацию выкачал Эта база тоже давно выкачана А здесь Хайпикс за все это время не удосужился Блин, у Хайпикса вот Смотрите, у него сейчас остается 200 минералов Он их только что потратил, последние минералы А у него вот здесь вообще база абсолютно целехонькая Ее сейчас будет потихоньку сжирать пюре И этой базой он никогда не интересовался Хайпикс просто не лучшим образом использует Как бы те возможности, которые ему карта открыла Но зато, конечно, он готов, ребят Он абсолютно готов к противостоянию за центр 58 туре атак осталось всего-навсего Ничего страшного Собирает все в кучу Здесь Иванабикас потихоньку Он только что слил рабочих И он добавляет батлкрузеров Опа, еще один уровень И это уже большие проблемы для вот этой базы Последние мои базы с инфраструктурой Островная база таким образом становится у меня изолированной Рейнар тем временем Посмотрите, как грамотно сделал У него, видите, что есть? У него вся армия здесь А арбитр здесь И он может просто перекинуть свое войско В это время уже заходит Иванабикас Со своими гастами батлкрузерами Для меня это, конечно, самый страшный лимит С этим добром прям вообще не хочется драться Абсолютно Хочется прям выжидать до самого последнего момента Но это без комментариев Тоскок считает, что он еще живее всех живых Пролетает тут разведочкой Пытается понять, что происходит Хайпекс все сканет Хейт Чиз Вышел из игры Он тоже потерял, видимо, какое-то здание Ну окей Формально в игре пятеро Один из них Тоскок Который рассчитывает на какую-то халявную победу Но Больше всех на победу, конечно, рассчитывает Хайпекс 25 батлов и 5 веселей Здесь 17 батлов Появляется первая весель На красный хп Но она не первая, конечно Но первая в этом составе армии Скажем так Здесь батлы готовы к сражению Но, конечно, такой вкусный стэк для Дефайлеров Просто сказка Сколько у нас Дефайлеров осталось? Давайте посмотрим Четыре Я, видите, спрятал их в разных местах На случай, если вдруг будет куда-то двигаться Хайпекс Но Хайпекс никуда так просто не движется У меня 43 караптера и 16 гвардов На самом деле Тут прям уже очень серьезный такой состав армии Ну и я потихоньку Начинаю Прогрызать себе путь Бросаю плагу Для того, чтобы быть готовым Если что, к генеральному сражению Там, конечно, пушки Ямато отработали Но Планетарная крепость потихоньку сгорела И Это очень важно для нас Потому что Нам в любом случае Как бы надо будет потом заходить на Хайграунд Заходить на это плато Да, с каждой серией пушек Ямато Будет очень Больно нам Но у пушек Ямато все равно есть кулдаун Там 70 секунд Поэтому Они тоже как бы Не всесильные И не бесконечные Вон Бекас Остался без газа Поэтому он там просто добавляет Морпехов на оставшийся лимит И возможно Сейчас он будет делать больно Что это такое? Это метла? Она метет? Ладно, понял Больше не задаю глупых вопросов Просто метла и метет Что? Никогда не видели метлу, которая метет? Ладно Ой-ой-ой-ой-ой Рейнер решил дать бой Но это вообще не в кассу получается Рейнер увел свое войско реколом сюда При помощи арбитра Его войско было здесь Он увел его реколом сюда Но Хайпекс просто в хлам разнес Рейнера В хлам разнес и не заметил Мазбатлами С защитными матрицами И для Ванаби Касса Похоже это тоже стало сигналом Видимо Что-то он знал о происходящем Там В другой части карты Просто пушками Ямато Вдруг друга Стреляют Сейчас тераны Ну и я Слышу просто По звукам Что там какая-то движуха происходит Поэтому я тоже потихоньку подступаю Как вы понимаете С учетом того Как работает здесь Это тыквенное пюре Тот кто останется в центре Тот и победит Поэтому всем нужно место в центре Я отчаянно пытался здесь Дефайлером прокраситься Но в итоге Не прокрался Не смог бросить еще одну плагу У меня остается всего два Дефайлера Один здесь И один здесь Здесь пошло сражение Баттлкрузеров Я пытаюсь Стрять в него Своими карапторами Ну и под Шумок Подхожу Дефайлером И таки Очень хорошо Очень вкусно попадаю Плагой Остается еще Тридцать девять Карапторов Но суммарно на двадцать пять Баттлов Поэтому победить Обоих тернов Я естественно Не могу Мне надо сейчас Пытаться Продвигаться Вперед Вместе со спорами И надо пытаться Гвардами Выбивать Туретки Для того чтобы Карапторы дальше Могли преследовать Баттлкрузеров Ну и самое главное Надо потихоньку самому Заходить на ХГ Потому что Скоро-скоро Будет подступаться Тыквенное пюре Здесь Генеральное сражение Принимает Хайпекс Для того чтобы Не пустить меня На хайграунд Со всеми моими Спорами Гварды там Расстреляли Несколько туреток Здесь был потерян Еще один Дефайлер Я не успел Бросить Благо я даже Его выкопал И я пытался Подобраться К батлам Но не успел В итоге просто Идет сражение Карапторов Под несколькими Спорами Против масс Баттлкрузеров Остается Двадцать восемь Карапторов Там суммарно Двадцать батлов Но У Хайпекса Всего восемь И у Хайпекса Нет и радиейта Который бы В этой ситуации Конечно Необычайно Сильно помог Запомните Терны в Старклав 2 Плюс Надо делать И радиейт Для Сайенс Весели Обязательно Надо В любой Тихоньку Это прям Максимально Неприятно Но Подлетаю Единственное здание Сам Возможно Ее добивают Разработку Разработку Этого мода Вы можете Поддержать По реквизитам Которые есть В его описании В баттлнете Ну а на сегодня Все Для вас Играл И комментировал Алекс 007 До новых встреч Всем пока И удачи Услышимся